а и нормально я расслабилась мне сказали перезагрузить расслабиться можно почти 20 лет как она живет и работает в нью-йорке сменить родной баку на бруклин и и вынудили семейные обстоятельства и нелегко далась кардинальная смена привычного уклада жизни но ради детей она быстро преодолела сложности и стала своей среди чужих душа она по-прежнему с азербайджаном неразрывную связь с родиной она сохранила и укрепила создав творческий центр детского и юношеского развития майвей каждый человек сам кузнец своего счастья уверена руководитель центра алена бадалова которая имеет исключительную способность идти к своей цели на пролом алена ханом здравствуйте здравствуйте благодарю вас за то что уделили нам время и добро пожаловать вновь на свою историческую родину в азербайджан в баку мы рады вас здесь приветствовать всегда очень рады вам по какому случаю вы в этот раз приехали в баку в этот раз мы приехали просто отдыхать не по работе обычно я часто приезжают по работе она туда решили просто немножечко передохнуть последние годы у вас было не очень все хорошо хотя вам уже казалось что пришли к определенному такому замечательному скажем так это куда до в каком-то степени и этап это так тоже можно назвать но все было хорошо а потом в один миг все изменилось и началась тяжко с близкими вам людьми вокруг центра вокруг будущего судьбы центра но слава богу вы мне сказали что у вас все получилось справедливость восторжествовала вы знаете хаял дело в том что это был очень замечательный этап и вы присутствовали я имею ввиду видели очень много было за это время сделано очень много проектов как говорится просто на определенном этапе происходит столкновение как сказать людей по той простой причине что у них разные ценности жизни вы знаете если бы мне сейчас сказали что если отмотать назад время да а ты бы еще раз вот как бы начала так как ты начинала да потому что вы понимаете пока ты с людьми не поработаешь ты не будешь знать это все опыт и и он был очень печальным и горьким наоборот он был очень важным потому что создание этого центра было как бы не мной только и я всегда думала что вот это партнерство вместе она принесет определенные плоды и на определенном этапе это приносило а потом это стало наоборот мешать развитию центра потому что люди видели путь развития по-разному а когда уже люди начинают видеть путь развития по-разному тогда конечно уже командной работы не получается и приходится делать выбор они сделали свой выбор я сделала свой выбор можно ли было это избежать можно было это избежать но тогда бы я не осталась собой в моей жизни а он мне приходится не раз приходилось не раз делать такой выбор остаться собой или избежать вот таких вот столкновений я все-таки выбираю остаться собой потому что когда человек когда человек внутри не влада с собой это намного хуже чем человек сталкивается в конфликтных ситуациях с другими людьми конечно можно было попытаться понять но когда понятия настолько полярно разные здесь уже просто приходится делать выбор и если я до этого не думала то есть я занималась только творческой организационной работой центра то здесь мне пришлось осваивать другую тему эта тема финансирования центра то есть и то и другое и по этому направлению я приобрела очень большой опыт которого у меня в жизни не было то что творческие люди они редко когда могут думать о финансах и и решать эти вопросы они в основном занимаются творчеством а мне пришлось и я очень рада что я и этому научилась жизнь у каждого своя правда как вы думаете вы смогли бы вновь с ними сотрудничать не сотрудничать а может быть просто вернуться к тем семейным ценностям которые у вас были прежде наверное нет потому что многое что порушено очень многое то есть в любом столкновение есть границы есть люди которые соблюдают эти границы есть люди которые рушат так что просто обратной дороги нет здесь к сожалению получилось именно так что обратной дороги нет но тем не менее я рада что каждый из нас пошел своим путем потому что очень многое я бы не смогла сделать наверное если бы мы дальше были вместе наверное так вы сами по образованию педагога почему выбрали педагогический стереотип я с детства как то вот даже когда училась в школе даже в школе я уже преподавала то есть когда я поступала в педагогический имена хон имена хондова то у меня со школы была характеристика то есть я два года преподавала в младших классах то есть как ассистент преподавателя это или да вот директор нашей школы и зауч они вот пошли на такой эксперимент и у меня было написано сколько-то часов что в начальной школе я преподавала конечно в начале меня не оставляли одну как трудовой стаж получается у вас вот поэтому мне всегда это нравилось но хотела я честно говоря преподавать все-таки в детских домах вот но мой папа он всегда говорил что почему-то боялся что если я буду работать с детьми в детском доме а то у меня не будет своих детей то есть я буду как бы полностью этому отдана ну не знаю вот может быть это этого бы и не случилось вот но как-то не сложилось потом в моей жизни получилось так что мне был шанс работать с детьми из детских домов но это была американская организация здесь это были больше праздники проекты а для детей из детских домов больше как бы развлекательную вот такой но в плане образования не получилось вот не думаете что еще можно это сделать вы знаете и в америке я когда приехала в америку я искала этот путь там есть такая как бы ну организация даже не организация профессия child protective services то есть но это совсем не то о чем я думала потому что в америке нету детских домов там есть foster parents то есть детей всех как бы забирают в семью и они временно там проживают а потом уже решают вопрос их как бы усыновить удочерить или нет да система хорошая как вы считаете вы знаете психика уже ребенка она такая я вам больше хочу сказать смотря какая семья эти семьи очень долго проверяют прежде чем вообще разрешают да там очень много критерий и вот это профессия то есть child protective service он на то и создан то есть чтобы проверять и если они нарушены то есть опять переселять детей уже в другую семью это все очень болезненно болезненно да потому что вообще все травмы тянутся из детства да вот поэтому очень важно родителям и педагогам которые работают с детьми всегда об этом помнить потому что ты никогда не знаешь как ты можешь ранить ребенка и какая реакция может быть и когда еще говорят как сапожник без сапог то есть вам удалось систему образования в вашей семье построить так как вам хотелось то есть нет для своих детей нет не удалось потому что когда ты работаешь профессии это одно а когда это твоя семья это другое мое дети вообще считают что я очень мало времени уделяла и они росли вот в центре в котором я работ мне приходилось конечно предъявлять к ним намного больше претензий и там я не знаю требований чем к остальным детям и вот они это выдерживали и это как сказать имеет свои последствия вот поэтому нет идеально не удалось так как я бы хотела вот но тем не менее мне пришлось принимать то что не все в жизни бывает так как ты планируешь так как ты видишь или так как ты хочешь видеть ведь дети очень часто преподносят такие сюрпризы преподносит да и и в этом как всегда когда дети преподносят эти сюрпризы они хотят обратить внимание взрослых на то что взрослые не видят вот живем и не видим и вдруг удивляемся как это так вообще могло случиться а это как раз отражение того чего ты не видел столько времени и это периодически происходит с моими детьми ну то есть в отношениях меня и моих детей как педагог по образованию стал менеджером сети салонов красоты дело в том что в то время в школьной системе были очень большие сложности и с зарплатой и была реорганизация очень такое тяжелое было время и нужно было выживать и тогда я Когда так получилось, что пошла работать в коммерческую систему, где была стабильная зарплата, это для меня было очень тяжело, потому что я не справлялась с работой, а морально. То есть ты привык работать с детьми, ты с детьми получаешь результат, ты в них вкладываешь, видишь отдачу, там все-таки очень много любви, а все равно дети же не очень, ну то есть они наполнены любовью. Это только если недостаток любви он приводит к каким-то другим последствиям. А здесь совсем другая система, взрослые люди, кто-то сам открывает дверь, кому-то открывают дверь. Но тем не менее я перенесла все свои организаторские способности, потому что как предметник я никогда не работала. Я училась заочно и уже работала тогда пионер-вожатой была. А после вот пионер-вожатой я сразу стала заучем по воспитательной части. То есть я была самым молодым заучем в зарплате. Потом уже перешла на завод делом. Поэтому как предметник я никогда не работала. Но вот как организатор, как воспитатель, это были в основном основные мои вот такие вот задачи. И поэтому пришлось вот работать в салоне. Я тоже не жалею, потому что я адаптировалась и постаралась сделать так, чтобы мне эта работа была интересной. Потому что мы участвовали в разных проектах. Наши все мастера. Ездили в школу Долорес, участвовали в чемпионате красоты. То есть вы максимально пытались все равно перенести все, что с вашей педагогической деятельностью связано фактически. Да, Хая. Я вам больше скажу. Весь салон участвовал в проекте с детьми из детских домов. И клиенты, и мастера. Каждый год. Я представляю. Я хочу вернуться чуть-чуть опять к нашему начальному разговору по поводу центра. Все, что вокруг него происходило. Я помню пять лет назад, когда побывала в вашем центре. Ощущения, эмоции. Как там все развивалось, кипела жизнь, бурлила жизнь. Как сегодня. Вам удалось достичь всех тех поставленных целей, о которых вы мне говорили пять лет назад в интервью? Вы знаете, многое, что удалось. Вот. То есть центр продолжает сотрудничество с программой в ООН. Вот. Это вышло на другой уровень. Центр за девять лет добился того, что начал получать гранты. Но что касается количества детей в центре и, допустим, развития кавказских танцев, вот это все пошло в другом направлении. Мы в этом году, мы остановили фестиваль «Шелковый путь» после пандемии. То есть здесь очень много факторов. Вы знаете, вот кавказские танцы, почему я все время за кавказские танцы, потому что я с этого начинала, и для меня это очень важное направление, для меня лично самой. Я вот каждый раз думаю, что, может быть, уже вот пришло время как-то от этого отказаться, и каждый раз все равно возвращать. Потому что его держать очень тяжело по разным причинам. Первое – это нехватка педагогов, потому что там найти педагога, который может научить и азербайджанским танцам, и кавказским. А у нас нету достаточно азербайджанцев, допустим, чтобы сделать только азербайджанское направление. И нету достаточно детей, которые хотят изучать лесгинку, кавказские танцы. И получается вот все время лавировать, да, между, чтобы и это чуть-чуть было, и это, чтобы и эти дети могли как бы научиться, и чтобы они сохраняли культуру, и те сохраняли культуру. Потому что горские евреи, они проживали вот в семье Северный Кавказ, Азербайджан. Вот, это лесгинка больше, потому что у горских евреев всего два танца. Это харс и нежность. И то вот они как-то были поставлены танху Израилу. Вот, азербайджанских танцев очень много, но, к сожалению, нету достаточно столько спроса. Вот, хотя у нас немало живут как бы азербайджанские. Плюс это костюмы, это очень дорогое направление. И его иногда, не иногда, а очень часто приходится содержать за счет других направлений. И получается, что вроде бы с точки зрения бизнеса это неправильный шаг. А вот с точки зрения внутренних убеждений, желаний, и вот не знаю, почему я так зацепилась за это все уже очень много лет. И мне все с каждым годом все кажется, что все меньше и меньше людей думают так, как я. Но, тем не менее, пока, наверное, не пришло время это до конца отпустить. Потому что вот уже у нас сейчас малыши, практически вот с нуля мальчиков у нас... Ну, представьте, что это был ансамбль в 50-60 детей, да? Ну, 45 минимум. А сейчас это... Да, и были дети разных уровней, то есть разных возрастов. То есть малыши могли видеть старших, у них учиться. А сейчас получается, что девочек у меня две группы. Одни, которые год занимаются, вторые только летом пришли недавно. Новички совсем. А в чем причина? Хаяла очень много причин. Связи с корнями все меньше становятся? Наверное, даже не то, что связи, а люди не видят в этом необходимость. В творчестве. Нет, именно в сохранении своей культуры. Я так думаю. Потому что вот, вы знаете, я с завистью смотрю на грузинские общины. Вот с белой завистью им завидуют. У них танцуют и поют от мала до велика. Вот. И дети это видят. Что и бабушка танцует, и папа танцует, и дядя танцует, и все танцуют. А как же ему не танцевать? У нас этого нет. К сожалению. Так было всегда или только сейчас? Нет, так было всегда. Просто раньше оно было как бы построено, да? А сейчас, если этому посвятить там 3-4 года опять, ну вот эти вот малыши опять вырастут. То есть, с каждым годом будет приходить вся новая группа, будут выступать на фестивалях, на отцам. Но это необходимость, что это настолько важно. А ведь это настолько важно. Национальная идентичность. Понимаете, там заложено столько важного и ценного. Вы понимаете, вот этот сам подход того, что мой ребенок же танцором не будет. Конечно, не будет. И мои дети не стали танцорами. Потому что мой сын ветеринар, а дочка художник. Но то, что они столько лет занимались кавказскими танцами, там воспитание, там уважение, там отношение. Между мальчиками и девочками, между старшим и младшим. Традиции? Да. Заложенные? Заложенные. Музыка, сами движения. Я уже не говорю про технические моменты. То есть я имею в виду, как просто танец, который вот любой танец, да, не только кавказский, может влиять на формирование ребенка. Но, не знаю, грустно. Это связано с тем, что сейчас происходит, стираются все грани, что люди просто пытаются выживать и не понимают, что их ждет завтра? Вы знаете, Хаялов, в этом направлении должны быть энтузиасты. Ведь дети. Ведь дети, они многое не понимают. Тем более, они растут вот в такой атмосфере в американском обществе. Они вообще не понимают изначально, зачем им это нужно. Но вот как все начиналось, когда они приходят и видят, что такие же дети этим занимаются, дружат, получают от этого радость. Более того, они начинают чувствовать, что то, что они могут, другие не могут. И им за это аплодируют. Их принимают на ура. Эти красивые, необыкновенные костюмы. И тогда дети начинают во все это вливаться. А когда нет энтузиастов, когда ты все-таки в одиночку это проходишь, то тогда, естественно, это все уменьшается. Должны быть люди, которые внутри должны четко понимать, что это очень важно. Как вы считаете, что происходит сейчас с нашим поколением? Полны ли они энтузиазма? И сможем ли мы сохранить свои корни и быть ближе к своей истории? Всегда будет вопрос поколений. Всегда следующее поколение будет отличаться от предыдущего. Это процесс необратимый. Но очень важно, чем наполнено то или иное поколение. Какую информацию они получают. Какие передачи они смотрят. Что они читают. Что они слышат от взрослых. Как преподносят взрослые ту или иную информацию. Они вбивают. Или они пытаются дать выбор. Показать своим примером. И дать возможность ребенку все-таки почувствовать себя внутри. И выбрать. А вот говорят, что интернет, гаджеты. Конечно, я против того, что ребенок очень много времени проводит со всеми этими гаджетами. Но ведь это же наша вина. Мы же, чтобы от ребенка отдохнуть или себе свободное время уделить, мы же просто-напросто ему это даем в руки. У нас не хватает терпения, души, сил, нервов занять его. И мы начинаем потом обвинять этих детей, что что за поколение? Это что такое? Как они могут вот со всем этим? А ведь мы же ничего им взамен не дали. У меня раньше летом был лагерь. Уже много лет его нет, потому что у нас нет лицензии. Была летняя программа. Я так ее любила. Почему? Потому что одно дело, когда дети к тебе приходят на пару часов. А другое дело, когда они с тобой 8 недель с 9 до 5. Ух ты! И вы не представляете за эти 8 недель, какие происходили изменения в детях. Потому что были люди, которые готовы были им это дать. Преподнести так, чтобы они смогли посмотреть, отзовется у них это или нет. Потому что у них у всех дети все разные. Просто к каждому ребенку нужен подход. Я не забуду один случай. У меня был один мальчик, он сейчас закончил милитарискул. Он был очень сложный. Военная, да? Да. Но мама его специально отдала, потому что она решила, что по-другому они с ним не справились. Я очень люблю сложных детей. Очень. Мне с ними очень интересно. И он занимался у всех педагогов. А педагоги были, ну как сказать, знакомые мамы. И терпели его еле-еле. И вот тоже в одной из конфликтных ситуаций он мне в сердцах так крикнул, что я ненавижу педагогов, и они меня. Слава Богу, тоже. А я так на него посмотрела, говорю, почему я тебя люблю? Он остановился, говорит, ты меня любишь? Я говорю, конечно. Я говорю, а ведь только тот человек, который любит, он за тебя переживает, ему не все равно. Да, так и есть. И это подействовало. Все-таки истинный педагог. Ну, американское общество считается одним из самых демократических. Вы как относитесь к демократии? И считаете ли, что она сейчас существует? Вы знаете, да, она существует. То есть для меня демократическое общество, если работает закон. Если работает закон, и человек может быть защищен законом, значит в этом обществе есть демократия. Другой вопрос, что все решает общество. Здесь я не буду, как сказать, говорить, что в Америке все решает общество. То есть опять мое личное субъективное мнение и мои наблюдения. А что касается работает закон, в этом я убедилась, потому что я отстояла свой центр. И после трех с половиной лет суда, правда оказалась на моей стороне, на стороне закона. Поэтому я могу сказать, что все-таки это произошло в демократическом обществе. Но для этого потребовалось три с половиной года. Да. Алена Ханам, у нас времени совсем осталось немного, поэтому мы перейдем к нашему Блицу, если вы не против. Очень коротко, на каждый вопрос. Баку или Нью-Йорк? И Баку, и Нью-Йорк. Что для вас родина? Место, где живет моя душа. Любимое число? Нету любимых чисел. Любимое слово? Мир. Что для вас Май Вэй? Это мой ребенок. О чем нельзя говорить с мужчинами? С мужчинами можно говорить обо всем. А какой должна быть настоящая женщина? Любимой. Вот смотрю я на вас внешне. Вы такая вся воздушная, невероятно женственная, очень красивая. А какая вы внутри, Алена Ханам? Как вы считаете? Очень родимая. Очень родимая? Желаю вам всего-всего самого замечательного, чтобы у вас все всегда получалось. Я очень рада знакомству с вами. И я очень надеюсь на то, что все ваши желания, мечты, они будут исполняться. Пусть будут встречаться трудности. Но так вкус победы будет слаще. Конечно. И еще раз добро пожаловать. Рада всегда вас видеть здесь, в Азербайджане. Спасибо, что пригласили. Вам всех благ. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok